Благоустроить дворовую территорию, сделать детскую площадку и тротуар на улице Народная. Эти просьбы озвучили жители 30-го дома по улице Белорусская в ходе работы мобильной приемной главы государства. В ней приняли участие советник президента Александр Бедритский, региональный министр и глава администрации Самары Олег Фурсов. В связи с тем, что сейчас большие пробки, многие жители нашего района вынуждены ходить пешком. Обочина заезжена машинами, пыль, грязь. Автомобилисты нарушают правила дорожного движения, дело доходит до потасовок. Бывает, что водители из автомашин выбегают и начинают драться с пешеходами, которые идут по обочине. Также люди рассказали, их не устраивает качество уборки двора. На большую территорию всего два дворника. В итоге летом пыль, зимой сугробы. Глава администрации предложил горожанам объединиться и подать заявку на участие в конкурсе «Двор, в котором мы живем». Кроме того, во дворе увеличат количество мусорных контейнеров и изменят график вывоза отходов. А управляющую компанию ждет проверка. По поводу ПЖРТ мы проведем проверку, почему они отказались. Приняем прививку дворников на работу при наличии заснеженности тротуаров. Ну и посмотрим, как они распоряжаются деньгами. Это в наших силах. Потому что бордюры, газоны, они, конечно, вправе ухаживать самостоятельно при поддержке жителей. По мнению Александра Бедрицкого, подобные проблемы должны решаться на местном уровне. И реформа самоуправления, которая проходит сейчас в Самаре, будет этому способствовать. Чтобы муниципалитетные районы городские стали самостоятельными, имели свой бюджет. И, как говорится, ближе были к людям, чтобы они могли за счет этого бюджета решать вопросы более оперативно. Жители другого дома, по улице Куйбышева, 109, обратились с просьбой благоустроить территорию после вскрытия асфальта. Через весь двор проходит траншея, которую вырыли, чтобы устранить аварию на инженерных коммуникациях. Оставили его на полгода для воды, для снега, для перепада температур. Это нормально? Это ненормально. Асфальт в надлежащее состояние организация Мосгорстрой так и не привела, попросив отсрочку для проведения дополнительных работ на сетях. Однако отсрочка затянулась. Олег Фурцев прочил департаменту ЖКХ обязать подрядчика восстановить асфальт и в качестве компенсации благоустроить двор. Давайте, значит, тогда мы обременение дадим в качестве дозеленения территории, как восстановление от стены покраски, баскетбольные полиции восстановить и привести в порядок вот этот сайт. В качестве компенсации за издержки, которые люди понесли. Сроки для выполнения работ обозначили самые жесткие – до 1 августа. Во дворе должно быть восстановлено асфальтовое покрытие, а также проведено благоустройство двора. Марина Кравцова, Марина Матвейшина, Лариса Шилафаста, Сергей Баскин. События.